Международный день памяти жертв преступления и геноцида отметили 9 декабря. В Барановичском районе состоялся митинг-реквием у мемориала Стеноплача. В Барановичском районе прошли соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В субботнем эфире телеканала «Интекс» информационная программа «Итоги недели» Барановичский район. Международный день памяти жертв преступлений и геноцида отметили 9 декабря. В Барановичском районе состоялся митинг-реквием у мемориала Стеноплача. У памятного знака собрались представители райисполкома, районного совета депутатов, Барановичская межрайонная прокуратура, Городичинского селесполкома, Барановичского райагросервиса, силового блока, а также предприятия общественных объединений и жители Барановичского района. Захватчики начали воплощать кровавые планы с первых же дней войны. Массовое уничтожение населения было поставлено на поток. Расстрелы, газовые камеры, сжигание, голод и распространение эпидемий, сожжение деревень. На территории БССР было организовано и функционировало более 580 мест принудительного содержания населения. Установлено также более сотни мест массового уничтожения и захоронения мирных жителей. В Барановичском районе состоялся митинг-реквием у мемориала «Стеноплача». Недалеко от деревни Колдычева, где в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы организовали концлагерь, действовавший до конца июня 1944 года. Жестким символом расправы с мирными жителями в нашем районе стала деревня Застаринье, повторившая судьбу Хатыни. Ее трагическую историю разделили Почапово, Колбовичи, Адаховщина, Колдычева, Березовка. И этот печальный список можно продолжить. На территории района действовали две нацистские фабрики смерти – «Шталак-337» и «Колдычевский концлагерь». В имении Колдычева оккупанты создали один из самых страшных лагерей на оккупированной территории Беларуси. Выявленные архивные документы доносят до нас сведения о чудовищных злодеяниях нацистов, совершенных в этом лагере, где погибли 22 тысячи мирных жителей. Как отметил глава государства, нечеловеческая жестокость не сломила волю нашего народа. Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Напомню, в апреле 2021 года Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Расследование продолжается. В основу уголовного дела были положены сведения о гибели миллионов человек от рук захватчиков. В ходе расследования установлено, что за годы геноцида было уничтожено и убито более трех миллионов мирных граждан, женщин и ни в чем не повинных детей, только за то, что они хотели жить на своей земле. Фашисты сожгли и разрушили 11 726 деревень, 57 из которых на территории Барановического района. Сегодня установлены, мы обладаем информацией о 400 лицах, преступниках, фашистах, которые еще живы и проживают на территории некоторых европейских государств. Мы знаем их имена и сделаем все для того, чтобы каждый из этих нелюдей понес предусмотренную законом ответственность за то, что они творили на нашей земле. В памяти о погибших и замученных мирных гражданах к мемориалу были возложены цветы. Участники митинга присоединились к минуте молчания. Совсем скоро наступит Новый год, а это праздник волшебства и подарков. После длительного отпуска на работу выходит Дед Мороз. Дел у него много не только в новогоднюю ночь, но и в предновогодние дни. Сергей Карпенко дал поручение по новогодним праздникам добрым волшебникам. С первым заданием сказочные персонажи успешно справились. 15 декабря во всех центральных усадьбах, селисполкомах и в учреждения культуры Барановического района прошли праздничные мероприятия. Состоялось зажжение огней. Близится самый загадочный, долгожданный, волшебный праздник – Новый год. А значит, наступает время для поздравлений, подарков, исполнения желаний и время самых настоящих чудес. Традиционно у Дедов Морозов и Снегурочек начинается горячая пора. Сегодня добрые волшебники встретились с председателем Барановического райисполкома Сергеем Карпенко. Глава района дал поручение по новогодним праздникам. А работы у сказочного персонажа много. Нужно поздравить всех-всех ребят Барановического района и зажечь огни на елках. Первые фонарики, шарики и снежинки на разноцветных гирляндах засияют уже сегодня. Хочу сказать, что по всей республике сегодня стартует акция «Наши дети», поэтому перед вами ставятся следующие задачи. Первое. Сегодня в 18.00 зажечь все новогодние елки на главных усадьбах нашего района. Дальше. Второе. 21 декабря провести районную благотворительную елку в сельском доме культуры Агрогородка Жемчужин. 22 декабря провести благотворительную елку в городическом доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. До 26 декабря зажечь елки во всех садах и школах нашего района. 27 декабря провести праздник и зажечь елку в территориальном центре социального обслуживания населения. 3 января дать старт акции от всей души. Список поручений можно долго продолжать, но главное – нести добро и хорошее настроение детям и взрослым. Ведь с приближением Нового года всем хочется верить в чудеса, пусть даже небольшие. Дорогие жители Барановицкого района, особенно детки, ведите себя хорошо, старайтесь. И наша дружная команда Деда Морозов придет в каждый дом, принесет вам подарки, пожелает вам силы, здоровья и радости в новом 2024 году. С Новым Годом во всех! Привет, Барановичский район! С наступающим Новым Годом! В Барановическом районе прошли соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежные снайперы» на призы президентского спортивного клуба. Торжественное открытие состоялось на лыже-роллерной трассе в агрогородке «Мир». Участников приветствовали председатель Барановического райисполкома Сергей Карпенко, его заместитель Михаил Борисевич, начальник отдела по образованию райисполкома Светлана Цымбаленко, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Артем Жидаль и главный судья соревнований Александр Варанец. Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба – один из самых успешных проектов. С момента своего рождения в 2007 году состязание занимает лидирующую позицию по массовости участия среди подобных первенств. Сегодня в Барановическом районе загорелись новые звезды биатлона. Традиционно старты принял агрогородок «Мир», где находится лыжероллерная трасса. Я всех рад приветствовать в такой замечательный день на нашей лыжероллерной трассе. Сегодня нас тут собралось 82 участника, 12 из которых с лучшими результатами будут представлять наш район на областном этапе «Снежного снайпера» на призы спортивного президентского клуба. Я каждому из вас хочу пожелать хорошего спортивного настроения, спортивной удачи. Понятно, что победить должны сильнейшие, но каждый, кто здесь принимает участие, уже достоин похвалы и молодец. Всем удачи! Подняться на верхнюю ступень пьедестала – мечта учащейся девятого класса Почаповская средняя школа Арины Столяр. Девушка уже дважды участвовала в лыжных гонках, а «Снежный снайпер» стал для нее дебютом. Самое главное – не волноваться и думать, как ты будешь это делать, проворачивать все в голове, где ты будешь притормаживать, где ты будешь скорость набирать. Главное – в мишень попадать, то есть думать все время о хорошем и каждый шаг продумывать. А вот 14-летний Кристиан Тарко из Мирновской средней школы в «Снайпере» уже 4 года. Проходил и в следующие этапы. Сегодня великолепная погода для того, чтобы участвовать в «Снежном снайпере». Сегодня как раз-таки идет снег небольшой. Снега много, хороший он, утоптанный. Кататься будет, я думаю, хорошо. Обилие флагов, накал борьбы на лыжне, соревновательные духи зрелищность в программе личные гонки и эстафета. Юные любители биатлона преодолеют десятки снежных виражей. Им покорятся дистанции от 600 до 1000 метров и два огневых рубежа. И все это ради момента, когда, наконец, пересекаешь финишную черту. Соревнования у нас проходят здесь не впервые. Наблюдается такая тенденция, что к биатлону у детей появляется больше интерес. И те дети, которые сюда приезжают к нам регулярно, и будними, и выходными с родителями, они здесь занимаются, то видно сразу, как растет их спортивное мастерство. Я думаю, эти дети здесь покажут лучшие результаты. По итогам районного тура в каждой возрастной группе младшие, средние и старшие отберут сильнейших спринтеров, которые будут защищать честь Барановичского края на областном этапе снежного снайпера. И это все на сегодня. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.